Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Но чтобы повидаться с хорошими друзьями, можно и встать пораньше, и даже в автобусе провести пару часов. Ивановская организация молодых инвалидов и их родителей Грани встречает коллег из Владимира. На повестке дня приятельское общение и обмен опытом. Владимирская ассоциация родителей детей инвалидов Свет начала свой путь 24 года назад. Вначале организация начала заниматься тоже помощью детям, которых не взяли ни в какие школы. И тогда, 24 года назад, у них вот в карточках, представляете, вместо диагноза, например, пил нефрит или сахарный диабет, стоял диагноз необучаемый. И именно вот с этими ребятами мы начали заниматься, организовали школу жизни, доказали, что необучаемых ребят нет, что у каждого ребенка просто свой путь развития. В Иванове к такой работе приступили сравнительно недавно. Дорожка тернистая, но уже протаренная другими. У владимирцев многому учились. Сейчас в соседнем регионе выстроена целая система работы с инвалидами любого возраста. Помощь юридическую, психологическую, социальную оказывают и детям, и родителям. Для ребят старшего возраста учебные квартиры, обучение их к самостоятельной жизни, к жизни без родителей. Родители уходят из жизни. А пять лет назад, вот во Владимирской области, в Ивановской, наверное, такая же ситуация, пять лет назад 400 людей, недееспособных, вот как наши ребята, ждали очереди в интернаты. И мы внедрили систему приемных семей для этих людей и обучение их, вот именно подготовки к самостоятельной жизни без родителей, учебные квартиры. И у нас уже есть даже как альтернатива психоневрологическому интернату, постоянная квартира, квартира постоянного сопровождаемого проживания. На следующий год открывается еще одна квартира постоянного сопровождаемого проживания. У организации свет десятки благодарных воспитанников и не менее благодарных родителей. Многие молодые люди сейчас уже и сами помогают встать на ноги малышам с проблемами здоровья. Научилась вместе составлять меню, хотя еще надо еще немного подучиться, вот, еще постараться. Но ходить по магазинам правильно составлять график уборки, график, в общем, распорядок дня. Вот. А про труд помогать в центре мешутка маленьким детям, вот, слушать, как они разговаривают, то есть понимать их с полуслова. Ивановские грани подготовили для гостей театральные миниатюры. Экспозицию изделили в своей ремесленно-творческой мастерской. А также передали два свеженьких методических пособия. Одно по швейному делу, другое по выжиганию по дереву. Методические пособия были изданы по президентскому гранту. Сейчас у нас работает проект «Квартал дружбы и наставничество». В рамках этого проекта были выпущены два практикоориентированных пособия для тех, кто занимается с молодыми людьми, с ментальными особенностями, в ремесленных мастерских. После встречи с друзьями молодые люди отправились дальше путешествовать по Ивановской области. Владимирцы решили полюбоваться плескими пейзажами. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.